Получается где-то 60-70 евро и 600 евро. Приходят в одинаковых и говорят, жалко, что вы кинете такие деньги, потому что тут еще нет. Вьетнам фабричный. Это официальный, да, это платят. Не подпольный Китай, как тут в Москве принято обыд. Это работает в Вьетнам, они не хотят плохое приводить. Ну, bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok И Россия's unique history has created a culture of counterfeiting that's unlike anything in the West. For 69 years, the Soviet Union isolated Russia from the rest of the world. Consumer goods were hard to come by, non-communist media was censored, and Russians were fed a diet of anti-capitalist propaganda. But that didn't stop foreign clothing from finding its way into the country. Да, я был фарцовщиком, правильно, утюг. Я утюжил. Менялись на матрешки, на шапки, на тельняшки. Самое лучшее, естественно, себе оставляли, а все остальное были специальные люди-перекупщики. То есть не я, а которые покупали у нас уже и возили уже по общагам, по всяким темам. Ну, то есть под заказ. Естественно, вот уже где-то, наверное, в конце 80-х годов, там, 89-й год, когда люди уже поняли, что надо начинать контрабасить. Стали цеховики здесь, в России что-то производить. Ну, и вот так вот начиналось мое, в общем-то, в то время детство, то есть я, ну, не детство, юность моя, мы зарабатывали деньги. Мы зарабатывали деньги тем, что мы подпольно шили вот эти вот спортивные штаны. Птич был обычный синий костюм, синий, с тремя полосками, то есть это вот… У них было отдельно, мы пришивали полосочки вручную, отдельно мы вышивали, именно вышивали вручную, чтобы вот эту вот каждую буковку нужно было вышить. Были ли когда-нибудь вообще проблемы с официальным представителем «Адидас», например? Да мы даже о них не подозревали, о том, что есть официальные представители «Адидас», потому что, во-первых, что такое на тот момент «Адидас» был? «Адидас» — это было что-то недосягаемое. Да, люди в СССР очень смотрели сильно в сторону Запада, как бы, и понятно, что запретный плод сладок. Простой человек советский, он не мог купить себе позволить фирменные настоящие вещи. То есть вот то, чем занимались мы, то, что шили мы, это ещё какая-то часть населения, которое там заработало что-то помимо зарплаты 80-130 рублей ежемесячно. Сергей, кличка «Дед». «Адидас», как бы, у меня личное предпочтение, когда в 80-м году была Олимпиада в Советском Союзе, как бы «Адидас» поставлял обмундирование для сборной. Соответственно, отец у меня работал на «Гостель радио», ему выдали две пары, как бы, для занятий спортом, как бы, в спортзале. Он, естественно, одни принёс мне, как бы, ну, даже не мне, он принёс себе, но так как я уже подрастал, и я померил, они мне стали как раз. И она, ну, классическая такая, синяя была, белая. Я пришёл в школу, как бы, и все сказали сразу «Вау». И с тех пор у меня брендирование, как бы, там, «Адидас», то есть я слышу сразу «Чик», «Чик», «Двун», «Двун», «Адидас». Допустим, я приведу пример своего мужа. Так вот, у него был костюм «Адидас». Его, он был ярко, такого зелёного цвета, с белыми полосками. Под него он одевал туфли «Хуга Босс», чтобы вы понимали, да? Сверху одевалась замшевая куртка совершенно коричневого цвета, ну, то есть сочетание, да, такое яркое. И мы шли в ресторан, потому что, чтобы зайти в ресторан в хорошее вечером, когда он был полный, нужно швейцару обязательно заплатить рубль или три рубля, иначе они говорили «Мест нет». Ну, то есть это тоже ещё одна вот… То есть три рубля даже можно было не платить, если ты вот в «Адидасе» идёшь, и видно, что ты, да, человек солидный. Тоже ассоциировался «Адидас», это значит у крутых людей, которые, там, могут причинить какой-то там… Каждый уважающийся, действительно, деловой, так сказать, мужчина, он обязан просто иметь в своём гардеробе этот костюм. Потом настали девяностые, как бы, стали привозить «Абибас», «Абидас», как бы, потом были «Адидас», «Онли Оригинал», это были, как бы, братки, как бы. Они бывшие спортсмены были, как раз в Олимпиаду. Потом, когда «Союз» распался, чего им делать? Они пошли отнимать деньги у коммерсантов. То есть они стали… Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены. Так как у них осталось обмундирование, ещё им выдавали там для занятий, они в этом и пошли. К спортивному более таким молодым людям, которые всем своим видом, наоборот, людей в «Адидасе» побаивались. Вот так скажем. И покупая этот костюм уже, если он, грубо говоря, стоил 130 рублей, то уже его покупая по номиналу за 260 рублей, деловые предприимчивые люди тут же шли ещё за угол и продавали уже этот костюм не за 260, а за 540. Ну, грубо говоря, космическое по тем временам. Ну, это примерно соотношение, конечно, там ещё меньше было, но соотношение цен, что четыре цены нужно было заплатить за этот костюм, и люди готовы были за это заплатить только потому, что это являлось признаком именно того, что ты крутой. Я считаю, что люди, которые в нашей стране продают фейковый «Суприм», они ездят в Китай, покупают там кучу вещей, на которых есть бокс-лого, закрытые там всякими невыносимыми принтами а-ля «Луи Виттон», и всё в этом духе. Куча жёсткой палёнки, которую они толкают по мега дешёвому ценнику ужасного качества, ужасных форм, ужасного вида. Я их всех презираю, ненавижу и хочу, чтобы они горели в аду вечно. Да, магазин «Суприм» обязательно нужен в России, но не обязательно, что он будет официальный, так как, скорее всего, до официального дела не дойдёт, так как все в Америке и Европе, те люди, которые этим прекрасно занимаются, понимают, что всё максимально коррумпировано, и они не смогут в действительности нормально работать у нас. Это создаст им кучу лишних проблем. Просто открываю багажник и показываю вещи. А я с тобой рядом и говорю, что это. Это «Худис Карфейс» для одного из наших постоянных клиентов. Она сейчас обретёт своего хозяина буквально через 15-20 минут после того, как мы всё это закончим. Вот нам потихонечку приходит «Сон Айленд». У нас скоро будет его очень много. Это предзаказ. Вот она, малышка. То, что нужно, чёрный цвет, без всякой там детской оранжевой петушни. Вы понимаете, о чём я, да? Скажешь так, как петушня им. Доллар джекет для настоящего хастлера, для человека, который понимает, да, откуда он взял деньги. Ещё, конечно же, у нас есть вот такая малышка. О, Пата. Мы очень любим Пату. Очень любим Пату. Пата. Ой-ой-ой. Кое-что у нас есть от наших коллег. «Раунд 2 Голливуд». Лично от них «Левай Суприм». Доставлен из Лос-Анджелеса. У нас есть много чего. Всё, туши мотор. Закрывай, закрывай, закрывай красиво. Закрывай красиво. Всё. Shut down. Я начал продавать «Суприм», потому что до того, как я стал продавать и перепродавать всякие уличные бренды, я продавал травку на улице и за её пределами. Довольно-таки успешно, пока наши законы не участились, ужесточились точнее, и всех моих друзей не посадили одного с другим. С тех пор я остался один, у меня не оказалось никаких друзей, и я решил, что я буду продавать вещи и одежду, потому что это безопасно, легально и приносит большие деньги. Но поняв, что просто продавая обычную одежду, много денег не заработаешь, я стал продавать «Суприм», потому что в России на нём реально можно сделать деньги. ДАВИД АЛИН ДАВИД АЛИН ДАВИД АЛИН ДАВИД АЛИН Итак, я знаю, что они не Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Северлод Черепанов Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok DimaTorzok